А сейчас вернемся к событиям, которые проходят сегодня в областном центре. Принцесса Анна отдала дань памяти соотечественникам, которые похоронены на британском воинском захоронении Вологодского кладбища. Затем ее королевское высочество отправилось на площадь Мира Архангельская. Здесь прошел торжественный митинг. Об этом в материале Анны Бибиковой. У вечного огня столицы Поморья гимн Великобритании звучит вслед за российским. Почетный гость принцессы Великобритании Анна. В Архангельск она прибыла с супругом, вице-адмиралом Тимом Лоуренса. Делегация Соединенного Королевства самая многочисленная. В ее числе семь ветеранов, участников союзных конвоев и более 40 музыкантов Духового оркестра Королевской морской пехоты. Я хотела бы выразить слова благодарности организаторам сегодняшних памятных мероприятий. Городу Архангельску, а также российскому народу за то теплое отношение, которое они высказывают нашим ветеранам на протяжении всех этих лет. Рядом с принцессой представители стран антигитлеровская коалиция. Они прибыли в Архангельск, чтобы отдать дань памяти. Здесь послы Канады, Австралии, Польши, Исландии, Новой Зеландии, США. Всего 9 стран. Союзнические отношения, начало которым было заложено в тот момент, продолжаются и сегодня. В то время они были нацелены на борьбу с нацизмом. Союзники отдавали свои жизни в борьбе с тиранией, которая распространилась по всему миру. От Тихого океана на Средний Восток и в Азию. После традиционной минуты молчания принцесса возложила цветы к монументу северным конвоем. Северному морскому музею принцесса передала государственную награду Великобритании «Арктическая звезда». Она вручается за службу в северных конвоях. Напомним, это третий визит представителей королевской семьи Великобритании на русский север. В 2002-м поморье посетил двоюродный брат королевы Елизаветы. Спустя год сын принц Чарльз. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Лестник, Северодвинска.